Ребят, мы с вами находимся на крупнейшей в мире выставке во всех отраслях и новинках, которая проходит дважды в год, сюда приезжают множество бизнесменов, пойдемте посмотрим, что это такое. Мы сейчас регистрируемся как покупатели. Первый раз это стоит 100 юаней, 16 евро. Ребят, это крупнейшая выставка, которая проходит два раза в год, в этом году празднуют их 120-летие. Здесь представлены абсолютно все заводы в Китае, и каждый квартал заводы показывают, что новое произвели они за этот период. Здесь представлено абсолютно все, от патронов до пачков и всего остального. Ребят, когда фотографируетесь, обязательно говорите в казино. У них регистрацией занимается 4 человека, но так как их намного больше, чем у нас, соответственно, у них один человек берет документы, второй их сверяет, третий клеит фотографию, а четвертый проверяет деньги. А пятый делает ламинирование. А пятый отдельно ламинирует. И они все друг друга напрочь путают просто. Огромное количество лишних вакансий в Китае, ребят. Огромное количество приезжает. Да, кстати, здесь очень много русских, потому что, когда я снимаю видео, сразу видно, кто понимает, что мы говорим, а кто нет. Вы откуда, ребят? Кабаровск. Анапа. Всем привет, да, я Саша, я блогер. А, вы блогер? Тебя нельзя снимать? Ну, нежелательно. Хорошо, а чем здесь занимаетесь? По выставке посмотреть. По бизнесу? Да. А чем занимаетесь? А всем. Ну, расскажите. Секрет. Какие-то мутные люди, как бы все трезвые. Серьезно? Конечно. Не нужны клиенты? Почему клиенты нужны? Конкуренты не нужны. Мне полмиллиона аудитории на канале. Не расскажи секрет. Нет. Ну, понятно. Ну, ладно, приятно было познакомиться. До свидания. Это секретная выставка. Нет, это не выставка секретная. Они скрывают, чем они на этой выставке, что они мутят, покупают на этой выставке, что потом продают вам в пять раз дороже в России. Да, и чтобы конкуренции не было. Знаешь, нам в таком месте нельзя бывать, потому что, смотрите, здесь начинают косметики. Что только нету. Вот что это такое? Если ты подойдешь, начинаешь и говоришь, что у вас нет такой классный. Можно, кстати, благодаря таким выставкам отследить все тренды. Посмотреть, что сейчас в моде, что будет продаваться в ближайшие полгода, год в России и во всех странах. Фото, когда вы говорите казинак, и фото, когда вы не говорите казинак. Дай. Казинак. Казинак. Ребят, здесь карпы кои, которых выкармливают еду из Макдональдса. Первый раз вижу в таком красивом месте Макдак. Народу здесь, конечно. Огромное количество людей. Дружелюбные китайцы. Вот все меню, которое можно купить здесь. Ребят, посмотрите еще, какие у них маски прикольные на лицо, чтобы никакие бактерии и слюни к вам случайно не попали в тарелку. Видите, вот уже еще. И у них у всех такие. Опять нельзя заплатить картой. То есть нужно бьюнион какую-то карту. Ребят, только что поели в Макдональдсе. Ничего не успел снять. Такой я был голодный, потому что это первая наша еда за сегодняшний день. Все идут, прикалываются, что мы снимаем, что мы ведем блог. Здесь почему-то как-то неправильно реагируют. В общем, здесь очень много всего. Первое, что нам понравилось, это вот эти гироскутеры. Я, правда, их не отснял. Нет, не гироскутеры, а самокаты. Самокаты, которые электронные. Такого еще в Москве нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Хандар, да? Да. Здравствуйте. Я видел ваш канал. Очень приятно, спасибо. Мне очень нравится, особенно про рыбалку, охоту. Слушайте сейчас. Привет. Привет. Я Саша. Я Женя. Женя. Твой друг? Да, это Женя. Я Вика. Вика уже все знают. Жень, ты что здесь делаешь? Мы приехали с группой компании Sales Hub. Мы занимаемся тем, что обучаем построению бизнеса на Амазон и сами торгуем на Амазоне. О, круто. Так, ну давай поподробнее. А что на Амазоне надо уметь торговать? Я не могу просто там зарегистрировать аккаунт, добавить какой-то там продукт и продать его? Сейчас, смотри. Амазон такая площадка, на которой каждый может продавать свои товары. Мы занимаемся тем, что мы находим интересные товары, которые хорошо продаются на Амазоне, делаем анализ ниши и продаем какие-то товары под своим брендом. Мы придумываем название своего бренда и торгуем под так называемым Private Label. То есть, допустим, нашли хороший Powerbank, назвали каким-то своим именем, да, там, не Xiami или как оно правильно, назвали там Александр Канташов и продаете его, да? Так, ну, при этом проверили качество, проверили, что это не... Примерно так. Да, потому что, насколько я знаю, на Амазоне очень сильно наказывают за... Если вы продаете товар неплохого качества, этим он и отличается от Алиэкспресса. Поэтому я всегда в Амазоне, кстати, и все покупаю. И плюс в том, что у Амазона есть такая программа, и мы можем в Амазону на склад отправить свой товар. И Амазон занимается полностью отгрузкой товара, приемом оплат, оплат, возвратом. То есть, все это делает он за тебя, то есть, тебе не надо общаться с клиентами, то есть, он все делает за тебя. Очень, ребят, здесь можно заказать всевозможные капприцы, это для украшений домов загородных. Кстати, интересно, из чего они сделаны? Хеллоу. Вот видите, меня уже снимают. Хеллоу. Хеллоу. Смотрите, здесь можно... Ширапов таких. Кстати, все металлическое. О! Давай родить прямо из-за пеликана такая-то. О! Настя сейчас по-любому какую-нибудь тумбочку себе отожмет. Вот он электрический же, да? Смотри, он карбоновый. Легкий? Дайте попробуем. 7,5 килограмм. Вау! Она говорит, что я дала вам попробовать на первой скорости, но здесь три скорости. Это 500 долларов. Возьмем? А, дай мне карту. О! Дай, нам нужны такие, слышишь? Слушай, круто! Офигенно! Я не думала, что так. Прикольно. Вау! Это круто для ресторанов, да? Ну, в том числе, да, есть коллекционеры. Отели, рестораны. Просто посмотрите, сколько разных только часов одних. И под старину сделанных. И просто можно с ума сойти. Ребят, в виде блесны для настоящих рыболовов. Смотрите, какие пираты. Смотрите, с этот, как его, баклажан. Не баклажан, а... Вау! Вот это да! Ребят, ну это просто прелесть. Смотрите, какая тема. Чувак с тунцом. Слушай, Настя, а сюда можно фотку твою вставить? И будет росомаха. Или мою, смотри. Вот это ржавич. А сзади медведь такой подошел. Помогает прицеливаться. У меня есть бот в телеграмм Вилли, который оповещает обо всем. Вот, где я сейчас посмотреть. Нажимайте на эту кнопку, он показывает, где я нахожусь. Вот. Вот, также можете рандомное видео, например, нажимаете. Если хотите, посмотрите какое-то видео, вдруг вы его не видели еще. Вот, смотрите. Русский на Бали, номер 16. Очень удобно. Ссылочка в описании. Заходите, смотрите на моего бота, ставьте его себе. Саша, не надо меня всталять. Что это? Это шарики, дайте мне покажите. Смотрите, есть пулемет, короче, такой, а есть базука. Прикольно. Водяные шарики. Давай. Вот, смотрите. Сюда. Ааа. Их опускаешь в воду. Круга. Офигеть. И получается, вот такие шарики, они набирают воды все. Представляете? Вот, смотрите, эти шарики набирают воду. Это абсолютно безопасно, в принципе. А если ты мне в руку выстрелишь, дай посмотрим. Нормально, абсолютно не больно. Все, окей. Не больно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это первый человек, который нам подарил подарки. Что там внутри? Я вам потом покажу. Я вам показал, что я был в Лондоне на столетие танка и сидел в танке Ярость, в котором Брэд Питт снимал свой фильм. Вы уже все это видео посмотрели, а кто не видел, посмотрите по ссылочке. И он когда такой, о, нифига себе, я в следующем году обязательно тоже туда съезжу. Вау! Т-34-85 Вау! Офигенно! Круто! Ребят, время уже пол шестого. Как видите, все собираются домой. Мы, к сожалению, не успели посмотреть даже двадцатой части этой выставки. Все, что успели оснять, вы увидите. Сюда нужно приезжать, конечно же, рано утром в 10 часов утра и ходить здесь несколько дней, чтобы все это оснять. Но я вам обещаю, что мы сюда обязательно вернемся.